Hello, друзья! С вами Стив Про, и сегодня я покажу вам три ловушки для друга в Майнкрафте Покет Эдишн. Но перед нами сейчас находятся три ловушки, которые мы будем испытывать над нашим другом, друзья, то есть над нашим испытателем. Но первая ловушка, это ловушка в полу, и сейчас вы увидите, как она действует. Во-первых, она выглядит, как обычный домик, а там у нас расположены плиты. Возможно, ваш друг зайдёт и даже не заметит эти плиты и подойдёт к вам. Ну, может даже быть и за месяц, но не подумать, что они делают. Но вот они делают вот такое сооружение, из которого выбраться отсюда он уже просто не сможет. То есть крыша это не позволяет. И требования домика таковы, что был бы низкий, друзья, потолок. Если будет высокий потолок, то ничего не получится. Собственно, вот так мы убили, а теперь давайте смотреть, как работает эта ловушка. Для этого вам придётся, во-первых, построить пол до основу пола. Ну, я делаю примерно вот такую, друзья. Такую, точнее, пол такой. Вот, размещаем вот так поршни наши. Ну, в данный момент пол у меня настолько маленький, что я размещаю эти поршни только спереди и сзади. Потому что по бокам я даже не вижу смысла. То есть, бок можно даже не трогать. После чего ставим вот так редстоун, да. Там у нас будет политое. Ещё нужно будет обойти их сзади. Ладно, это делаем попозже. Делаем вот так, друзья. Делаем точь-точь так, как у меня на видео. Ну, можно, конечно, облегчить, если вы найдёте лёгкий способ. Ну, а легче способа я пока не знаю. То есть, это самая проверенная ловушка. Отсюда выбраться он и вправду никак не сможет. Собственно, давайте делать всё в одной стороне. Можно их даже не... Можно даже вот так облегчить. Ладно, вот так. И, собственно, теперь осталось поставить, друзья, нажимные плиты. И, по идее, ловушка у нас готова. Такая очень лёгкая ловушка, которую построить сможет каждый. Вот. Ну, а мы переходим ко второй ловушке. Вторая ловушка, по идее, она маленько замудрённая. Потому что это, опять же, ловушка в полу. И требование... Требование этой ловушки, чтобы у вашего друга была дверь с нажимными плитами. Например, ваш друг, друзья, сидит дома. Сидит, и вдруг он захотел отойти. Сходить в шахту, или там, допустим, ходить за деревом. Да, но, допустим, вот он сидит. Хоп, зашёл, нас не увидел. А мы за это время быстро подходим к его дому. Всё вскапываем. Ложим динамит. Но я положу, конечно, немного динамита, чтобы вам просто показать, друзья. И теперь делаем всё так, как у него было в доме. То есть, ставим доски. Ставим нажимную плиту. И ставим его железную дверь. Где она там? Так. Почему-то в тулбоксе только бага на дверь. Ну, ладно. Ну, суть, по идее, вы поняли, друзья. То есть, должна быть... Всё должно быть так, как у него было раньше. Вот он и возвращается с ресурсами, идёт домой. И, друзья, он ничего не подозревает. Возможно, он слышит звук, но... Бам-бам-бам. И он, конечно, умрёт. Ну и третья, последняя на сегодня ловушка. Это ловушка руды. То есть, взрывные руды. Это уже ловушка была у меня на канале, друзья. Ну, вот такая ловушка. Здесь есть уголь, алмазы. Ваш друг идёт. Шахту сейчас идёт. И видит алмаз. Он хочет его скопать. Хочет скопать, друзья. Бац! Он слышит звуки. Допустим, хочет даже убежать. Но убежать у него не получится, потому что срыв довольно большой. Ну что ж, друзья. Вот такие ловушки у нас были сегодня. Надеюсь, всем, конечно, понравилось. Ну, а теперь давайте разберём нашу последнюю ловушку. Делается она вот так. Ставим любую руду. К примеру, будет золотая руда. И что ж, так, подождите. Вот, ставим рычаг. А здесь проводим редстоун. Здесь ставим красный рычаг. Если честно, друзья, то этот механизм я сделал сам. Может быть, у кого-то он был. Но я честно скажу, что ни у кого я его не смотрел. Собственно, вот так у нас работают ловушки. Друзья, ну, на этом всё. Ставьте лайки и подписывайтесь на канал. Субтитры сделал DimaTorzok